Время свободы По данным американской разведки, российское военное командование скрывает от Владимира Путина реальное положение дел на фронтах в Украине. Для нового наступления в Донбассе российская армия нуждается не менее чем в 200 тысячах новых контрактников, считает основатель Беллинкет Христо Грозев. Как работают так называемые фильтрационные пункты для украинских беженцев, которых вывозят из Мариуполя на российскую территорию? Также сегодня. Дягилев повлиял на европейское искусство и на мировое искусство вообще. Он Европе объяснил и явил Европу. Или миру явил мир. Исполнилось 150 лет с дня рождения Сергея Дягилева. Вчера, рассказывая о заявлении министра обороны России Сергея Шойгу о завершении первого этапа так называемой спецоперации российских войск против Украины, я отметил, что министр не объяснил конкретно, что представлял собой этот первый этап. Заочный ответ на мой вопрос мне дал представитель министерства обороны Игорь Коношенков. Вот что он сказал. На первом этапе специальной военной операции, проводимой вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Игорь Коношенков объяснил смысл первого этапа спецоперации в Украине, хотя теперь непонятно, что такое отказ от штурма больших городов после тех боев, которые шли на подступах к Киеву Николаеву. Харькову, Сумам и так далее. Боев, в которых, согласно официальным российским данным, были убиты почти полторы тысячи российских военнослужащих, а по данным американской разведки более семи тысяч. Украинские оценки потерь российской армии я приводить сегодня не буду. Отказ от штурма больших городов генерал Коношенков объяснил желанием избежать жертв среди мирного населения. Тогда возникает вопрос, как это желание согласуется с обстрелами жилых кварталов этих городов. Возьмем, к примеру, Харьков. Вот что заявил сегодня мэр этого до войны вполне пророссийски настроенного русскоязычного города Украины. Вот и мэр Игорь Терехов говорит по-русски. Всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц, в руинах 239 административных зданий. И это я говорю только об объектах гражданской инфраструктуры. То, что сегодня делает Российская Федерация с мирным народом Украины, это геноцид против украинского народа. Война на уничтожение украинской нации. Я уверен, пройдет время, и после нашей победы весь мир сделает выводы. И военные преступники, которые развязали эту войну против мирной Украины, будут также осуждены, как нацистские преступники в 1946 году. Разрушения, о которых говорил мэр Харькова Игорь Терехов, документально зафиксированы. Эту информацию можно проверить. Словам Коношенкова о первом этапе спецоперации можно только верить, ну или не верить. Обещания Министерства обороны России сократить в разы военную активность на Киевском и Черниговском направлении выразились пока в продолжении обстрелов. Несмотря на прогресс на мирных переговорах, был нанесен удар по нефтяной базе в Днепре, она полностью сгорела. А глава Чечни Рамзан Кадыров, который якобы побывал недавно в осажденном Мариуполе, неопровержимых доказательств этого нет, заявил, что Россия будет продолжать войну. Кадыров прокомментировал так заявление о ходе переговоров главы российской делегации Владимира Мединского. Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, да он формирует, да он неправильно сделал, да он. И поэтому вам не стоит волноваться. У нас есть свой командир, президент, верховный главнокомандующий, который смотрит на сто лет вперед, да он. И вы, если думаете, что он бросит на счеты, да он просто так, вот так, как сегодня нам это предносят, это никогда не правда. Говорил глава Чечни Рамзан Кадыров, остается открытым и вопрос о том, знает ли Владимир Путин всю правду о происходящем сейчас в Украине. Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники в администрации президента США, что, по данным американской разведки, реальное положение дел советники Путина от него скрывают. В частности, Путин не был поставлен в известность, что на фронт отправляют солдат-срочников. Все это привело к напряженности в отношениях между Путиным и российским военным командованием, утверждают источники в американской разведке. Правда, в Кремле эту информацию опровергают. О неинформированности Путина о ситуации в Украине говорил на своем очередном брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. Если господин Путин дезинформирован или неинформирован о том, что происходит внутри Украины, это его армия, это его война. Он выбрал это. И поэтому тот факт, что у него может не быть всего контекста, что он может не до конца понимать, до какой степени его силы терпят поражение в Украине, это немного дискомфортно, если честно. Если он не полностью информирован о том, как плохи у него дела, то как его переговорщики собираются прийти к соглашению, которое будет прочным? Говорил представитель американского министерства обороны Джон Кирби. А вот основатель и главный редактор расследовательского проекта «Беллинкет» Христа Грозев полагает, что сейчас Путин получает уже более точную информацию из Украины. По данным «Беллинкет», выводимые сейчас российские войска передислоцируются в районы боев в так называемых ДНР и ЛНР. При этом российская группировка, чтобы вести успешное наступление, нуждается сейчас в существенном укреплении, для чего в армию в срочном порядке набираются контрактники. Тут стоит вспомнить о многочисленных случаях, когда солдат-срочников насильно или обманом заставляли подписывать контракты на военную службу. Кстати, сегодня Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Набрать планируется более 130 тысяч новобранцев. Но давайте послушаем Христа Грозева. Можем только предполагать, что ему уже передают более правдивую информацию, чем раньше, о том положении российской армии, о том положении расставления сил на поле боев. И он, возможно, понимает уже, а часть из этого мы даже не видим. Например, количество дезертиров, количество отказавшихся российских офицеров и солдатов участвуют. Это информация, которую точно они видят, а мы не видим. И на основе этого, возможно, он принял решение, что надо идти в выход на основе какого-то виртуального компромисса. Конечно, этот компромисс должен быть приемлемым для украинской стороны. И пока я вижу, что если, например, можно было найти компромисс по ДНР, ЛНР и Крыму, то можно было ожидать конец войны. Но я не вижу, как любое решение по этим трем пунктам будет приемлемо для украинской стороны. Часть из этих войск, которые сейчас забираются из оси Сумы Киев, они сначала выйдут на российскую территорию, уже начали выезжать вчера. И потом их заброшат в ДНР, ЛНР именно с целью, чтобы не то что двоевать больше территории, но затвердить вот ту новую территорию, которая приближается к административным границам. Так что я думаю, что это и будет самый вероятный, гарантированный следующий военный ход России. Именно попытаться затвердить эти границы административные. Без новых людей, без новых контрактников это очень сложно. Им нужно примерно 200 тысяч новых контрактников. И все зависит, ответ этому вопросу зависит от того, насколько они смогут убедить людей подписать контракты, при условии, что потери до сих пор были такие большие. Информация проходит среди солдатов и военных намного больше, чем отражается в СМИ. Говорил основатель расследовательского проекта «Беллинкет» Христо Грозев. Несмотря на все подвижки на переговорах и изменения в оперативной военной обстановке вокруг Киева и Чернигова, в Донбассе продолжаются тяжелые бои. Я вчера рассказывал о беженке из Мариуполя, видео с которой распространило управление ФСБ, и упомянул о том, что издание «Грат» описало процедуру проверки беженцев в так называемых фильтрационных пунктах для беженцев на российской границе. Как отметил мой собеседник, главный редактор издания «Грат» Антон Наумлюк, у мариупольцев, находящихся под постоянными обстрелами, а иногда и в эпицентре боев, просто не остается другого выхода, кроме как выехать на территорию России. Проезд на подконтрольную Украине территорию сопряжен со смертельным риском. Конвой в Запорожье нужно согласовывать с украинскими военными и вообще организовывать для этого зеленый коридор, где не ведутся боевые действия. Это может занять какое-то время, а автобусы в Россию через оккупированные территории и в Крым, соответственно, тоже оккупированные, их можно сформировать буквально на момент наполнения беженцами. Понятно, что многие выбирают наиболее безопасный путь, то есть любой, лишь бы не оставаться в городе, и уезжают туда, куда вообще это возможно. Люди, которые выходят этими путями, находятся полностью под контролем российской армии, российских властей. Это тоже не всегда безопасно, и российские спецслужбы, конечно, пользуются всеми возможностями для того, чтобы использовать этих людей, этих беженцев, которые выходят из Мариуполя в своих целях разных, от пропаганды до получения каких-то сведений об украинской армии. Фильтрационные пункты, насколько мы разобрались, исходя из интервью с беженцами, которые выходили из Мариуполя и выходили добровольно, то есть уезжали через оккупированные территории в Россию просто для того, чтобы спастись от постоянных бомбежек и боев на улицах города, и принудительно которых российские военные просто доставали буквально под дулом автоматов из бомбоубежищ и подвалов, загоняли в автобусы, и несмотря на возражения отправляли их таким путем эвакуироваться. Мы поговорили с несколькими людьми, кто-то захотел, довольно редкие, захотели публично эту информацию озвучить. Гораздо большее число людей захотели ее не публичить, потому что они или их родственники до сих пор остаются в России в лагерях для беженцев, и они боятся за их судьбу. Но, тем не менее, мы поняли примерно следующее. На пути в Таганрог почти все колонны с беженцами из Мариуполя проезжают Новоазовск, он оккупирован и находится под контролем сил так называемой ДНР, и там начинаются первые проверки беженцев со стороны российских спецслужб и со стороны российских военных, и еще большая проверка уже на въезде на территорию России. Обычно это выглядит как палатка или несколько палаток, в которых сидят сотрудники ФСБ, и они проверяют, во-первых, все твои гаджеты, все твои телефоны, если они с тобой есть, они пытаются проверить твои документы по разным базам розыска и каких-то претензий правоохранительных органов. Мы не знаем, это какая-то совместная база российская и так называемых республик, или это какие-то отдельные только российские, например, базы. В этом еще пока не разобрались. Они пытаются проводить какие-то опросы, и почти все, с кем нам удалось побеседовать, говорят, что это скорее больше напоминает психологическое давление. Они ведут разговоры о нелояльности украинским властям, о том, чтобы люди признали, что украинские военные совершают какие-то преступления, что среди них там много нацистов и так далее. То есть какая-то такая довольно пропагандистского характера риторика, которая, тем не менее, с вполне серьезным видом сотрудники спецслужб пытаются доказать или донести до беженцев, которые выезжают, и пытаются заодно узнать их настроение. Мы не знаем, что происходит с людьми, которые высказывают какую-то нелояльность или какие-то претензии российским властям, или обвиняют их в прямую во вторжении и вообще-то в обстреле, и уничтожении Мариуполя, откуда им удалось убежать. Мы не знаем, что с ними происходит. У нас есть несколько свидетельств о том, что людей, которые, ну, какое-то, видимо, сомнение вызвали у российских спецслужб, у ФСБшников, уводили из этой палатки, больше их не видели. Но вот что дальше с ними происходит, мы не знаем. Зато тех, кого пропускают, у них смотрят все телефоны, чаще всего смотрят, если есть компьютеры, и подключают телефон для того, чтобы скачать вообще все данные, в том числе там и контакты, и удаленные какие-то данные пытаются восстановить. Ну, в общем, проводят такую довольно глубокую проверку техники. Все это занимает довольно много времени. Все это время автобусы с беженцами стоят около этого фильтрационного пункта. И после того, как эту проверку проходят, те, кто ее проходит, помещаются обратно в автобус и отправляются уже дальше в сторону России, и уже чаще всего попадают в Тагамрог. Рассказывал главный редактор украинского судебного издания «Граты» Антон Наумлюк. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 31 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодняшний выпуск «Времени свободы» вполне можно заглавить в продолжение темы. Теперь опять о пресловутом переводе контрактов на поставки российского природного газа в так называемые недружественные страны на российские рубли. Эти самые недружественные страны довольно дружно платить в рублях отказались. Все ждали, что перевод будет осуществлен немедленно, с 1 апреля, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс оплаты за природный газ занимает не один день. Пока не располагаю этой информацией, но в любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны. Поэтому давайте дождемся завтрашнего числа. Есть поручение президента, оно должно быть исполнено. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс. Это же не то, что все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно будет быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс, технологический просто. Говорил Дмитрий Песков, так что как будет выполняться распоряжение президента России, до конца тоже непонятно. Кто-то даже высказал предположение, что страны Запада будут продолжать платить в долларах и евро, а уже в России эта валюта будет конвертироваться в рубли. Ну, тут только остается развести руками. А вот как бизнесмен и блогер Дмитрий Потапенко объясняет, почему предполагаемый переход на расплату в рублях не выгоден самой России, и почему, несмотря на всю интенсивность боевых действий в Украине в последний месяц, ни одна российская ракета не упала рядом с украинской газотранспортной системой, которой Россия пользуется и в которой нуждается, из-за того, что газопровод «Северный поток-2» в строй так и не был введен. Это фрагмент выступления Дмитрия Потапенко на его YouTube-канале. Год назад, может, чуть больше, мы очень долго ржали над якобы непрагматичными европейцами, которые покупали у нас газ на спотовом рынке. На рынке, по сути дела, ежемесячно, где ставка туда-сюда гуляла. И вот мы говорили о том, как это неправильно, что они не заключают долгосрочные контракты, потому что они за это переплачивают и убивают тем самым свою экономику. Европейцы были крайне прагматичны, они считали рынок газа, извините. И когда им было выгодно, они работали в короткую, а когда им стало им менее выгодно, они заработали длинно. Итак, мы с вами подписали с европейцами длинный контракт и поставляем по этому контракту газ по 274 доллара за кубометр. Сейчас кубометр стоит 1218 долларов за кубический метр. И совершенно очевидно, что наша власть понимает, что она практически тысячу долларов теряет с каждого кубического метра. И вызвав всех менеджеров «Газпрома», спрашивают. «Простите, это что же это? Мы поставляем и теряем?» А им в ответ, нашим властям, наверх. Говорит, контракт? Вы же сами хотели, чтобы был долгосрочный контракт, чтобы мы эту проклятую Европу закабалили. Мы ее и закабалили долгосрочным контрактом. А им возражают. «Но мы же тут теряем каждую тысячу с тысячи, что называется. Как же такое может быть?» Контракт соотвечает. И тут они начинают читать внимательно контракт. А как же можно расторгнуть этот контракт? Расторжение его – крайне-крайне геморройная штука. Только есть один маленький пункт – это форс-мажор. Как раз принятие каких-то государственных актов. И появляется ответом на этот запрос государственный акт, когда, соответственно, Газпром может сказать совершенно спокойно, а что я? Вот государственный акт, вот контракт, поэтому хочу расторгнуть этот контракт и заключить новый. Ну и потом уже возникает вот эта публичная риторика. Европейцы, конечно, совершенно очевидно не будут расторгать этот контракт. И сколько бы мы ни пытались его расторгнуть на основании форс-мажора в соответствии с государственным актом, который якобы выпущен, что делают европейцы? Они действительно быстрее создают инфраструктуру, которую бы они телились бы с их собственной бюрократией еще многие десятилетия. А мы их подтолкнули не только к развитию зеленой энергетики, мы их в первую очередь подтолкнули к двум вещам. Первое – это создание единого логистического хаба, то бишь хаба, который будет концентрировать и собирать, по сути дела, закачивать в подземные хранилища газ, ну чтобы потом распределять, дабы не было какого-то коллапса в шести зависимых от Российской Федерации сильно стран. Это первое. Второе, что очень фундаментально они делают, они делают платежного, платежного агента. В чем суть этого платежного агента? Что даже если вдруг кто-то попытается у нас вентилем баловаться, а баловаться мы тоже особо не получится. Причина-то очень простая. Невозможно остановить фонтанирующий газ, идущий. Куда вы его денете? Китайцам это не шланг перекинуть. Он так быстро не перекидывается. Труба туда так быстро не прокладывается. Сначала мы будем закачивать собственные хранилища. Но они тоже не бесконечны. Сжигать его, ну это значит нарушать собственную атмосферу, а упаси Господь, даже не европейскую. И поэтому, соответственно, мы его все равно поставляли и будем поставлять. Напомню, ура патриотам. Несмотря на то, что сейчас идет спец-спец-спец-спец-спец операция, газотранспортные системы Украины, последние 8 лет, это к вопросу, где вы были 8 лет, мы пользуемся не просто фантастически эффективно. Мы за это платим и будем платить, и будем строго исполнять эти контракты, несмотря на то, что сейчас происходит. И ни одна ракетка, ни один калибер даже близко не подлетает к этой газотранспортной системе. По какой причине? По той самой. Потому что если мы разрушим эту газотранспортную систему, тем самым мы нанесем ущерб себе, то бишь европейским потребителям, которые должны с нами расплачиваться. А чем мы будем наполнять наш бюджет? Заметьте, если будете внимательно рассматривать даже государственные новости, цена на газ нигде не фигурирует. Вот нефть мы любим просматривать, а вот спотовые цены на газ – нет, это не тот эффект. Поэтому то, что делает Европа, она делает абсолютно разумно. Ну и, конечно, надеюсь, все-таки политикам хватит разума послушать, в первую очередь, технологов и узнать, что даже атомная и водородная энергетика куда более чистая, чем может быть сжигание нефти и газа, то есть полезных ископаемых. Говорил российский бизнесмен и блогер Дмитрий Потапенко. Это фрагмент его выступления на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Очень рекомендую его посмотреть и, может быть, даже подписаться. И еще одна вчерашняя тема. Я имею в виду заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о государственной поддержке близких к Кремлю российских артистов, чьи выступления бойкотируются или отменяются из-за их отказа осудить агрессию России против Украины. Несмотря на это заявление Мишустина, уже на следующий день оперная певица Анна Нетребко, которая еще недавно была доверенным лицом Владимира Путина и участвовала в патриотических концертах, написала на своей странице в Фейсбуке пост с решительным осуждением войны в Украине. Пост написан на английском. Там употреблено выражение «War on Ukraine», которое я бы перевел именно как «война в Украине». Многие украинцы, насколько я понимаю, предпочли бы услышать «война против Украины». Открытого осуждения действий России Владимира Путина в постели Требко нет, она лишь дистанцировалась от российского политического руководства и самого Путина. Кстати, в России есть немало престижных площадок, на которых не осудившие войну артисты могут продолжить выступать и получать приличные гонорары, наверное, но ведь дело не в этом. Взаимное проникновение культур всегда играло огромную положительную роль, но наступление так называемого «русского мира» с его традиционными ценностями в противовес ценностям гей-европы, как говорят часто в России, нанесло поэтому взаимному проникновению мощный удар. Сегодня, кстати, 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева, настоящего русского европейца или европейского русского организатора знаменитых русских сезонов, который потом пытался возродить нынешней ведущей передачи «Бесогон» Никиты Михалков. Давайте послушаем фрагмент беседы о Сергее Дягилеве, моих коллег Ивана Толстого и Андрея Шарва. Дягилев, оставаясь, конечно, безусловно, глубоко русским человеком, глубоко русским художником, безусловно, был человеком всемирным. Дягилев повлиял на европейское искусство и на мировое искусство вообще. Он Европе объяснил и явил Европу или миру явил мир на самом высочайшем, на самом изощрённом уровне. Сослуга Дягилева – это транскрипция, скажем, русской балетной школы для европейского зрителя. Это неправильно? Это, конечно, в каком-то смысле транскрипция. Но что такое русская балетная школа? И что такое русское искусство? И что такое вся та Россия, которая была принесена в Европу, в Париж, а потом и в другие мировые столицы? Это ведь и есть Европа, откликнувшаяся и преображённая в России. Это есть европейское влияние на Россию, на русский дух, на русскую переимчивость. Помните у Пушкина? Переимчивый княжнин. Россия перенимала Европу в течение нескольких столетий. Она перенимала архитектуру, музыку, литературу, балет и так далее. В 19 веке произошло такое глубочайшее, я бы сказал, драматическое всасывание всего этого и начало отдачи. Через литературу русский дух, русская высота начала появляться на мировых аренах. Сперва в виде литературы, потом музыки и, наконец, в виде Дягилева. Потому что театральное искусство, как известно, самое синтетическое искусство. И вот Дягилев смог вернуть Европу Европе после прохождения вот всех этих невероятных, сложных, драматических путей, коллизий и остановок в виде русскости, собственно. Именно поэтому я и говорю, Дягилев мировая фигура. И надо сказать, что Европа казалась гораздо более толерантной, чем Россия. Приняла Дягилева именно таким гомоэротическим человеком. Она постигла это, она приняла эту эстетику, она ее воплотила в жизнь, пустила дальше, трансформировала и развивала, и развивает до сих пор. Возьмите какие-нибудь костюмы Ив Сен-Лорана, сколько там Дягилевского. И во всем этом есть тончайший, пряный гомоэротизм. Развитие Дягилевских идей и творческая дискуссия у Дягилева продолжаются. Дягилев огромное явление. И вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, его гомоэротизм, это вещь, которой посвящено меньше всего исследований. Ну, может быть, потому, что это поддается меньше всего какой-то объективной интерпретации. Здесь все произвольно, здесь все каприз в объяснении этого. Впрочем, прошу считать капризом и необъективностью и все то, что я сказал. О Сергее Дягилеве беседовали Иван Толстой, Андрей Шарой. Сегодня исполнилось ровно 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода